Добрый день, прошу вас. Уважаемые друзья, коллеги, очень рад вас всех видеть. Я так понимаю, что здесь собрались люди, которые переехали в Дальневосточный регион или здесь уже живут давно, но и те, кто переехали и здесь начали работать. Кстати, хочу вот что отметить, и такая приятная информация и для меня, и для всех, и для страны, и для вас. Миграционный приток за последнее время наблюдается молодых людей в этот регион. Это, в общем, приятно, это всё-таки отражает, наверное, результат наших совместных усилий по развитию Дальневосточных регионов. Это большой регион, в целом 40% территория Российской Федерации. И то, что молодые люди из различных регионов страны сюда переезжают, и здесь и в целом оказывается доля молодого населения выше, чем… не много, но всё-таки чуть-чуть выше, чем в среднем по стране. У нас где-то доля молодых людей, ну, до 35 лет 25 с лишним процентов, а в Дальневосточном регионе это 27 с лишним процентов. И это, в общем, хорошая тенденция. Говорит о том, что привлекательность региона возрастает. Ну, и понятно, потому что он, конечно, мощный, красивый, огромный и перспективный, очень перспективный. Я не хочу занимать наше общее время своими пассажами. Я бы с удовольствием лучше вас послушал и ваши вопросы, предложения, главным образом предложения, ну, и ваше впечатление от того, что и как здесь происходит, ваши оценки. Пожалуйста, давайте начнем. Да, вот, Алексей Олегович, да, давайте начнем. Уважаемый Владимир Владимирович, я… С начальства начнем. К сожалению, не отношусь к молодым специалистам, но Дальним Востоком занимаюсь под вашим руководством с огромным удовольствием. Для нас это честь. Разрешите кратко доложить о тех программах, которые существуют для того, чтобы молодые люди и специалисты в востребованных профессиях могли найти себя на Дальнем Востоке, поскольку здесь происходит рост экономики, развитие социальной сферы и возможности для таких людей обширные. Это шесть программ. Владимир Владимирович, у вас на столе есть слайд. Первая – это программа трудовой мобильности, которая обеспечивает переезжающим на Дальний Восток специалистам востребованных профессий, компенсацию расходов на переезд. Уровень компенсации, благодаря вашему решению, на Дальнем Востоке в четыре с половиной раза выше, чем в среднем по стране. Ежегодно на Дальний Восток по этой программе приезжает около одной тысячи специалистов. Здесь в зале присутствуют несколько участников этой программы. Программа переселения соотечественников идет с 2006 года. Дальний Восток определен приоритетной территорией для поддержки соотечественников, которые переселяются в Россию. Им предусмотрены повышенные подъемные жилищные субсидии и пособия на время, пока они ищут работу. Таким образом, с 2006 года на Дальний Восток приехали более 70 тысяч человек. Программа поддержки учителей, врачей и фельдшеров для работы в малых населенных пунктах. Это программы «Земский учитель», «Земский врач» и фельдшер. На Дальнем Востоке выплаты, благодаря вашему решению, увеличены в два раза по сравнению с другими регионами. За четыре года более трех тысяч человек воспользовались такой поддержкой. Также здесь с нами в зале находятся не только земские врачи и учителя, но и работники культуры, готовые к старту новой программы, о которой вы говорили в послании. Доступное арендное жилье, по вашему поручению, данному на Восточном экономическом форуме, строится 10 тысяч арендных квартир по всему Дальнему Востоку для востребованных специалистов, которые сдаются по очень льготной цене. Одна третья от рыночной. Оператор программы «Дом.РФ» уже приобрел 6,5 тысяч квартир в строящихся домах. Первые дома уже сданы, в том числе здесь, в Якутске, также в Приморье, на Чукотке первые жители уже получили ключи. До конца этого года все 10 тысяч квартир будут приобретены, и в следующем году этот фонд будет предоставлен востребованным работникам предприятий, социальным работникам и участникам специальной военной операции. Пятое. Гранты на развитие университетов. Одной из стратегических инициатив под руководством Михаила Владимировича Мишустина был отдельный дальневосточный раздел в программе «Приоритет-2030». Отобраны 12 вузов, которые уже получили почти 5 миллиардов рублей на развитие. В результате в 2023 году в вузы участники программы поступило на 3 тысячи больше студентов, чем годом ранее. До 2030 года дальневосточный приоритет должен дать дополнительно 40 тысяч студентов в ведущие дальневосточные вузы. И шестое. На Дальнем Востоке запущена программа подготовки кадров для государственной службы. Уважаемый Владимир Владимирович, я докладывал вам на Восточном экономическом форуме. Программа названа в честь Николая Николаевича Муравьева-Амурского. Мы отбираем молодых людей, уже имеющих высшее образование, мотивированных работать на развитие Дальнего Востока. Отбор очень жесткий. В этом году третий поток, 80 человек на одно место. Курсанты проходят обучение, основанное на глубоком поглужении в работу всех уровней управления, муниципального, регионального, федерального, решают реальные проблемы людей. Действует принцип целевого распределения. Пройдя год обучения, выпускники на два года переезжают работать в регионы Дальнего Востока. Сейчас идет уже третий поток. Всего на трех потоках обучились и обучаются 150 человек. 65 выпускников, окончивших программу, уже заступили на службу. На программу примерно поровну приходят сами дальневосточники и приезжают молодые люди из других регионов России, кому интересен Дальний Восток. Цель до 2030 года подготовить 300 человек, которые вместе должны повысить эффективность работы по развитию Дальнего Востока на всех уровнях. В наши встречи принимают и выпускники первого и второго потока, и курсанты третьего. Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите перейти к вопросам от участников встречи. Здравия желаю, Владимир Владимирович, Пруди Владислав, Приморский край, участник специальной военной операции. Сам родом из Вологодской области, окончил Черепаевский военно-инженерный институт. После убыл в Приморский край по распределению в данном регионе проживаю уже 12 лет. Дальний регион не нравится своей природой, климатом, темпами развития. За 12 лет много что сделано. После военной службы хотел бы продолжить на государственной гражданской службе. Увидел, что в данном регионе на Дальнем Востоке реализуется программа Муравьев-Амурский по подготовке управленческих кадров. Решил принять в ней участие. 10 лет назад Вы сказали, что развитие Дальнего Востока является национальным приоритетом на весь 21 век. За эти 10 лет много что в мире изменилось. Изменились приоритеты, появились новые цели, задачи. Какое развитие в будущем Дальнего Востока Вы видите с учетом всех этих изменений? Спасибо. Прежде всего, хочу Вас поздравить с этим выбором. Выбор хороший, правильный. Действительно, для России развитие Дальнего Востока является приоритетом на весь 21 век, без всякого привлечения. И сегодня уже Дальневосточный регион демонстрирует очень хорошие темпы роста. У нас, вот на что не посмотришь, на какой показатель не взять, он в разы лучше, чем в среднем по стране. Ну, например, у нас объем, мы наверняка об этом скажем, потому что это проблема, потребление электроэнергии вырос в разы, объем перевозок вырос в разы, там 1,8, 1,2. Первое. Производство, допустим, золота выросло почти в два раза, производство угля выросло почти в три раза, в 2,8 раза. Все растет в разы. Это первое. Второе. Нам, конечно, нужно под это развитие подстраивать все, что с этим развитием связано. Во-первых, нужно развивать инфраструктуру. И здесь крупными проектами являются, мы всегда об этом говорим в последние годы, все это на слуху, развитие восточного полигона железных дорог, это Транссип и БАМ. Есть и другие очень интересные проекты. Это выход к Охотскому морю, уже там частная компания, вот только что я с участниками этого проекта встречался в Москве буквально три дня назад. Они заканчивают работу. У них есть и предложения по второй ветке. Мы не забыли про мост на Сахалин. Это отдельная работа, большая, капиталоемкая, но тем не менее это все не забыто, не выброшено. Нам нужно здесь развивать энергетические мощности, нам нужно развивать здесь подготовку кадров, образование развивать. Здесь очень много интересных направлений деятельности, и они весьма перспективные и высокотехнологичные в том числе. У нас активно развивается судостроительный кластер. Все, что сделано до сих пор, сделано в целом немало, но сделано должно быть еще больше. Мы с руководством Объединенной судостроительной корпорации обсуждали, что и где строить. И все-таки у них есть необходимость создания новых предприятий. Все-таки пришли к выводу, что следующее предприятие, так же, как под Владивостоком создано, все равно будем создавать еще одно такое на Дальнем Востоке. То есть направлений развития очень-очень много. Ну, конечно, для того, чтобы сюда привлекать нужного уровня и нужного качества специалистов, здесь нужно создавать условия для этого. И вот министр только что сказал, мы сохранили ипотеку под 2% и будем держать ее в таком качестве, в таком виде. Будем создавать условия для привлечения специалистов, да, и мы ее расширяем, кстати говоря, и в том числе на участников СВО. Будем создавать привлекательные условия для других специалистов, они здесь, я знаю, тоже есть, для врачей, преподавателей, работников культуры. В общем-то, по широкому фронту будем работать и надеюсь, что все планы, о которых мы говорим, все будут исполнены. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Атласа Афаина, выпускница первого потока программы «Маравьев-Амурский-2030». В программе оказалось не случайно, потому что после получения высшего образования 5 лет проработала в труднодоступных арктических районах нашей республики. Там я столкнулась действительно с дефицитом не только узкопрофилированных специалистов, но и в целом управленцев. В связи с чем решила воспользоваться данной программой, по итогам осталось работать в своем регионе. Арктика... А где вы работали в труднодоступных? Просто мне интересно, куда вы забрались? Нет, получается, как только я выпустилась в Хабаровской государственной академии экономики и права, я поехала работать в Абыйский район. В самый труднодоступный поселок, село Кабергене, проработала там практически год, затем меня переманили в Момский район, он соседствует с Абыйским районом. И там я продолжила свою работу, и потом уже перебралась в город Якутск, целью, чтобы уже чуть подниматься по иерархии, чтобы еще больше приносить пользу для Арктики. Ну, можно я продолжу свой вопрос? Сейчас Арктика богата не только природными ресурсами, но и людьми, талантливыми, уникальными, искренне преданными своей земле. И работая над проектом, мы в этом убедились. И в рамках обучения мы работали с проектом, связанным с развитием северного морского пути промышленности в Арктике. И не секрет, что успешная реализация таких крупных мегапроектов будет связана с наличием квалифицированных кадров на местах. В связи с тем, чтобы уже сейчас дополнительно стимулировать амбициозных молодых ребят со всей страны, возможно ли распространить действия программы «Муравьев-Амурский» и для территории Арктической зоны Российской Федерации? На мой взгляд, в будущем то сообщество выпускников, которое уже сейчас начинает формироваться, помогало бы и дальше развивать данные территории. Спасибо. Да, это очень правильный вопрос. И он, конечно, понятно, что вы поработали уже в отдаленных районах, и для вас понятнее, что нужно сделать с точки зрения кадров. Программа, о которой вы упомянули, работает, на нее где-то, сейчас боюсь ошибиться, но где-то 340 миллионов мы выделяем. Для того, чтобы ее продолжить так, как вы предлагаете, нужно добавить где-то еще 240-250 миллионов. Мы подумаем, и я думаю, что найдем эти деньги. Я надеюсь, что будет выход. Это правильный вопрос. Да, спасибо большое. Потому что нам для того, чтобы все планы реализовывать, о которых я только что говорил, отвечая на первый вопрос, нам, конечно, нужны специалисты. Без них никуда. Если мы это не сделаем, то это будет реальным ограничителем для реализации всех наших планов. А там, кроме того, что я сказал, тоже хорошо известны планы, например, развития 22-25 городских агломераций. Деньги-то мы находим, выделяются. А кто это будет делать? Конечно, без этого не обойтись. Мы найдем эти средства и расширим программу, о которой вы сказали. Спасибо большое. Здравствуйте. Меня зовут Мария Зайченко. Я из Самары. Но буквально месяц назад я переехала в город Биробиджан, в Еврейскую автономную область. Я тоже выпускница программы «Муравьев-Амурский». И вот после программы поехала развивать образование. Ну, собственно, для меня очень важно как содержание, так и те условия, в которых занимаются ребята. И свое знакомство с регионом я начала с того, что я езжу в школы, знакомлюсь с коллегами, смотрю, в каких кабинетах идут занятия. И в рамках нацпроекта образования по всей стране построено много классных современных школ. Но вот такие маленькие регионы, как Еврейская автономная область, мы сталкиваемся с некоторыми сложностями, потому что деньги по нацпроекту выделяются по укропненным нормативам. И получается, что вот та недостающая часть, реально стройка, выходит дороже, и регион должен перекрывать вот эту разницу. Таким регионам, как наш, это сделать очень сложно. И, может быть, в рамках разработки новых национальных проектов можно как-то пересмотреть подход к определению размера средств, выделяемых регионам. Можно, можно и нужно. Но это общая проблема для Дальнего Востока. Все дороже. Поэтому, ясно, это не влезает в общие стандарты. Это очевидно. И вот в новом нацпроекте «Молодёжь России», конечно, вот это тоже надо учесть будет. Что касается строительства, то сейчас, ну, правительство это прекрасно понимает. И сейчас разрабатываемые стандарты, они такие. Будем исходить из средней стоимости уже построенных зданий, сооружений и учреждений. И, исходя из реальной стоимости уже построенных объектов, будет рассчитываться и стоимость тех, которые планируются. Спасибо. Я думаю, что это самый такой правильный подход. Ну, конечно, нужно будет делать поправку ещё и на инфляцию, там, и на текущий рост цен и тарифов. Пожалуйста, прошу вас. Здравствуйте. Уважаемый Владимир Владимирович, Бачков Николай, Республика Саха-Якутия. Также являюсь выпускником первого потока программы «Муравьёв-Амурский». Три года назад я поступил на государственную гражданскую службу. И вот благодаря программе и её окончанию, ну, так скажем, смог продвинуться по службе. Ранее проработал около 10 лет в отрасли электроэнергетики. Мы с курсантами программы в рамках обучения посетили практически все регионы Дальнего Востока, встречались с региональными командами правительств, прорабатывали проблемные вопросы различного характера, встречались с представителями крупного бизнеса, посетили очень много, так скажем, уже вновь открытых объектов в рамках реализации новых проектов. И одним из существенных таких вопросов и проблем, которые ставит сегодня бизнес, является вопрос электроэнергетики. Вы уже его сегодня задели. Это достаточно высокая стоимость электроэнергии на Дальнем Востоке. Ну и вот о том, что сейчас идёт высокий темпы потребления, в перспективе ожидаем дефицит мощностей. Вот. Мы понимаем, конечно… Он исчез уже из дефицита во многих регионах. Ну и в будущем, ещё, я так полагаю, он будет наращиваться, да. Мы понимаем, безусловно, что выработка и передача электроэнергии на Дальнем Востоке по объективным причинам она дороже, чем в центральной части России. Это и огромные территории, протяжённость линий, которые нужно содержать, надлежащим образом обслуживать. Это и достаточно, так скажем, относительно низкий объём потребления. Ну, опять же, всё относительно с центральной частью. Поэтому, Владимир Владимирович, как Вы считаете, всё-таки вот в таком сложном вопросе решение должно быть выработано рынком самостоятельно, или же всё-таки для Дальнего Востока подходит исключительно, ну так назовём его, командирский подход со стороны государства? Спасибо. Надо стремиться к тому, чтобы рынок работал. Но сейчас это невозможно. Это нужно исходить из реалий, а реалии таковы, что потребление растёт. А, кстати говоря, это о чём говорит? О том, что производство развивается, и транспортная инфраструктура развивается, требующая больше энергии, и промышленные предприятия развиваются. Постоянно строят ещё вот. У нас в рамках программ развития Дальнего Востока предусмотрено финансирование на более 8 триллионов рублей. И более 4 триллионов уже освоено. Работа-то идёт. И это требует, конечно, больше энергетики. Но сегодня, с учётом дефицита энергетических мощностей, генерирующих, конечно, просто в рынок вывести невозможно. У нас вот, скажем, в 2022 году планировался рост тарифов в соответствии с инфляцией. Целевая инфляция была 4%. Она оказалась гораздо больше, 12, по-моему, в 2024 году была. И, соответственно, тарифы выросли на Дальнем Востоке в два раза почти что больше, чем по стране в среднем. 11, а здесь 23, по-моему, было процентов рост. Поэтому просто так в рынок отдать невозможно. Но правительство это понимает и планирует плавные выведения, плавные выведения в рынок по ходу создания новых генерирующих мощностей. Это вот первое. Второе, эти генерирующие мощности нужно будет создавать в первую очередь в энергодефицитных регионах. Потому что не все регионы Дальнего Востока, Дальневосточный федеральный округ являются дефицитными. Но там, где дефицит, там нужно создавать именно. И планировать нужно именно таким образом. Это второе. Третье, нужно, конечно, диверсифицировать энергетические мощности и источники. Гидроэнергетика, и надо от угля немножко отвязываться, отходить. Здесь много-много направлений, и правительство, конечно, этим всем занимается. В целом планы, которые выстроены по развитию энергетики Дальнего Востока, они абсолютно реализуемы вместе с нашими крупными компаниями. Например, кстати, соединения Восточной и Западных центров добычи газа имеют огромное значение для будущего энергетики Дальнего Востока. Всё это в планах, всё заложено и рассматривается именно в том ключе, о котором я сейчас рассказал. Спасибо большое. Уважаемый Владимир Владимирович, добрый день. Меня зовут Кирилл Газаев. Я курсант третьего потока программы «Муравьёв-Амурский» и переехал из Пятигорска в Забайкальский край буквально два месяца назад. Уважаемый Владимир Владимирович, сегодня на Дальнем Востоке осуществляется строительство... То есть вы зимой здесь ещё не были? Никак нет. Понятно. Надо зиму пережить, посмотреть, как вы приспособиваетесь к этим температурным режимам. Обязательно справлюсь. Пожалуйста, извините, что... Владимир Владимирович, сегодня на Дальнем Востоке осуществляется строительство по всем направлениям. Это и большие инфраструктурные проекты, как порты, это и автомобильные и железные дороги, это и реализация мастер-планов по благоустройству общественных территорий, и, конечно, даже личное строительство. Но с чем мы столкнулись? Это советское наследие, то есть панельные дома и сооружения с большими энергопотерями. А если говорить про новое строительство и программы реновации, это, конечно, сложность именно с экономической точки зрения применения материалов с повышенной энергоэффективностью. Это, безусловно, способствует увеличению затрат за коммунальные услуги для потребителей. Как Вы относитесь к предложению все-таки стандартизировать именно программу повышения энергоэффективности в жилье в рамках уже действующих программ и новых национальных проектов, разработать какие-то конкретные инструменты? Ведь использование современных материалов и технологий будет способствовать экономии энергоресурсов, а значит, позволит снизить затраты за электро- и теплоснабжение. Ну, конечно, так надо сделать. Стандартизация всегда хорошо, ну, почти всегда. Почти всегда. Здесь есть только один вопрос, он очевидный. И он связан с тем, чтобы все эти материалы современные, их производство должно развиваться здесь, на территориях. Потому что сюда перевозить эти материалы, это дороговато, сразу идёт удорожание строительства. Но должен сказать, что в целом на Дальнем Востоке эта тема развивается. Наверняка вы знаете о Хабаровском кластере, который связан с производством новых современных материалов, в том числе энергосберегающих материалов. Там уже не помню, сколько точно, но несколько десятков точно, несколько десятков фирм там работает в этом кластере. И нужно вот эту хорошую практику развивать. Но я бы обратил внимание ещё на одно обстоятельство. Это должно касаться не только нового строительства, это должно касаться и капитальных ремонтов. Вот это очень важно, потому что, ну да, то, что касается аварийного жилья, здесь мы с руководителем республики говорили, здесь нужно ещё очень много сделать, и это новое строительство. А вот то, что подлежит ещё капитальному ремонту, вот здесь, конечно, нужно тоже с использованием современных технологий делать и с помощью современных энергосберегающих материалов. Это очевидный факт. Нужно всё сделать для того, чтобы именно в регионе создавались предприятия по этим новым материалам. И я надеюсь, что и министр, и вице-премьер по этому направлению, конечно, тоже будут работать. Мы всячески будем поддерживать такие направления деятельности. Обязательно. Спасибо большое за ответ. Да, ну, тем более, что ещё у нас дефицит электроэнергии. Энергия здесь, ну, что сам Бог ввел, да и температуры такие, конечно. Я помню, здесь зимой приезжал, минус 50, до ушей боялся дотрагиваться, думал, сломаются уши. Ну, ничего. Владимир Владимирович, разрешите добавить, мы вот в рамках программы «Дальневосточный квартал», которую Вы одобрили, как раз погрузили требования по энергоэффективности на старте. И там 2 миллиона метров квадратных, которые предусмотрены, они все уже строятся по самым современным стандартам. Только так надо делать, конечно. Только так. Ну, пожалуйста, Дмитрий. Прошу вас. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Чесноков Константин Юрьевич, выпускник 2-го потока программы «Ровио-Фамурский», директор передовой инженерной школы Сеченского университета. Директор. Передовой инженерной школы Сеченского университета. Первый метр. Я первый раз, когда побывал на Дальнем Востоке, влюбился и сейчас планирую переезд из города Москва в город Южно-Сахалинск. Зимой был, в снегах заметался, все видел. Вот коллеги задели как раз вопрос, что карандаш российский, а микрофон, по которому мы говорим, пока не российский, к сожалению. Передовой инженерной школы, они призваны решить этот вопрос. На Дальнем Востоке создается современное производство, для которого необходимы высококвалифицированные специалисты. В своем послании к Федеральному собранию Вы озвучили, что общее количество передовых инженерных школ будет увеличено до 100. Но, к сожалению, пока на Дальнем Востоке работают только и запущены две передовых инженерных школ. Одна в Южно-Сахалинске, другая во Владивостоке. У меня есть такое предложение, чтобы развить направление деятельности передовых инженерных школ, выделить отдельный лимит. По примеру программы «Приоритет 2030. Дальний Восток» развития университетов до Дальнего Востока, сделать то же самое для передовых инженерных школ. Это позволит создавать инженеров непосредственно для регионов, то есть научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы будут на тех производствах, которые сейчас здесь создаются в Дальнем Востоке. И в рамках сетевых программ ведущие вузы смогут вести образовательные проекты большие, готовить высококлассных специалистов для этих регионов. Спасибо. Конечно, я сейчас точно не воспроизведу цифру, но, по-моему, 41 миллиард у нас предусмотрено на эту программу, на 100 инженерных школ. Конечно, на Дальнем Востоке востребовано большее количество, чем две таких школ. И во Владивостоке, это, по-моему, при федеральном университете. Да, в Дальневосточном федеральном университете и в Сахалинске. И в Южно-Сахалинске. Надо, конечно, посмотреть здесь. И другие есть крупные центры, и в Хабаровске есть, и в других крупных населенных. Все передовые инженерные школы Российской Федерации готовы помогать в сетевых программах и учить лучшим образовательным программам. Так, математики и МГУ готовы помогать, соответственно, и в ТОГУ, где Юрий Марфин, директор, и в ДВФУ, и всем другим университетам, чтобы мы готовили лучших инженеров с запуском сетевой программы инженеров для Дальнего Востока. Поработаем обязательно над этим вопросом. Может быть, из этих 41 миллиарда, которые предусмотрены, уже нам удастся сюда что-то перенаправить. Но и в целом по Дальнему Востоку можно и нужно, наверное, посмотреть отдельно. Посмотрим обязательно. Тем более, что здесь есть над чем работать. Здесь школа своей созданная, и очень хорошая математическая школа, в Якутии в частности. Поэтому база есть хорошая. Поработаем. Спасибо. Но программа, она очень перспективная и очень нужная стране, востребована. С учетом того, что здесь большое количество объектов у нас предполагается к реализации, то, конечно, я уже сказал, на 8 триллионов 4 еще впереди освоить надо. Конечно, нужен специалист. Обязательно проработаем дополнительно. Спасибо. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Савчук Иван Сергеевич. Я выпускник первого потока программы «Нурой Фамбурский». За время участия в программе я переехал из города Губкинский, Молненецкого округа, в Солнечную Республику Бурятия. На Крайнем Севере я отработал более 10 лет в нефтегазовой отрасли. На самой программе мы занимались проектом «Алой Акции». А где работали вы нефтегазов? Бурский район, Барсуковское месторождение «Альмаматор». Там начинал и бурить, там начинал быть оператором, там стал и высшим техническим специалистом. Собственно говоря, я сейчас переехал в Солнечную Республику Бурятия. Это какая компания? Роснефт, Пурнефтегаз. Пурнефтегаз. Во время участия в программе мы занимались вопросом «Малой Авиации» как проекта, как помогающему развивать территорию, территориальную связанность и мобильность населения. Дальний Восток колоссальный, он масштабный. И расстояние между городами… 40% населения территории страны. Конечно. Колоссальный, это правда. Так и расстояние между населенными пунктами тоже весьма колоссальный. И у многих населенных пунктов нет круглогодичного сухопутного доступа. В таких условиях живет больше полумиллиона человек. Это затрудняет доступ к товарам, к услугам, к некоторым прочим вещам, которые делали бы жить комфортнее. Сейчас в рамках эксперимента успешного применяется такая технология, как доставка медикаментов с помощью беспилотных ледных аппаратов на Сахалине и в Бурятии. Раз эксперимент уже достаточно успешен, мы бы хотели помочь этим населенным пунктам дополнительно перевозить неопасные группы товаров на бортах малой авиации, так как на Дальнем Востоке есть более 300 пилотов с лицензиями, которые могут летать. Есть достаточно большое количество воздушных средств, таких как малые самолеты и вертолеты. Мы хотели бы вам предложить рассмотреть возможность доставки таких грузов пилотам частных авиационных компаний, у которых есть собственные самолеты, собственные вертолеты, малонаселенные пункты. Не опасно, так как сейчас на текущем этапе это запрещено законодательно. Но я думаю, для Дальнего Востока это мера, которая поможет получать и более комфортные товары, более комфортное качество жизни. Большое спасибо. Иван Сергеевич, полностью с Вами согласен. Бороться с бюрократией даже и мне сложновато, поверьте. Потому что очень много возникает у них вопросов и проблем, которые вроде бы действительно являются жизненно важными, и учет которых необходимо иметь в виду и осуществить. Но для таких колоссальных территорий, как здесь, угроз-то меньше, чем в крупных населенных пунктах с разбюрокрачиванием, скажем, воздушной среды. Вы же об этом говорите, да? И это нужно сделать. В целом, по Дальнему Востоку, конечно, нужно осуществить все наши планы по развитию транспортной инфраструктуры. Это и Восточный полигон железных дорог, и БАМ, и Транссиб надо расширять. У нас там планы в громадье, они большие, масштабные. Кроме этого, северный маршрут надо реализовывать туда, к океану. Надо развивать местные авиалинии. И у нас уже Аврора работает. Около 400 местных линий уже осуществляет Аврора. В данном, 300, там, 80, что-то примерно. Ну, почти 400 линий налажена работа по такой сети большой. Но вот беспилотный транспорт авиационный – это очень перспективный для таких расстояний направление деятельности. И здесь, конечно, прежде всего нужно решать правовые и административные задачи. Этот вопрос стоит на повестке дня, и после нашей сегодняшней встречи я с вашей подачей постараюсь это ещё подтолкнуть вперёд. Есть ещё одно направление. Это для того, чтобы создать комфортную среду для людей, проживающих в малых населённых пунктах. Это развитие высокоскоростного интернета. И нужно развивать и спутниковую группировку, что мы тоже будем делать и делаем. Кстати говоря, я где-нибудь в ближайшее время скажу, у нас есть очень хорошие наработки и успехи по этому направлению. Так что здесь у нас хорошие перспективы. То, о чём вы упомянули, безусловно, является одним из приоритетов. Мы посмотрели, вот сейчас на выставке были здесь ребята, какие вещи делают. Это же не хочется сейчас говорить, но тем не менее, ваш коллега слева знает, как применяются на линии боевого соприкосновения. Но какая разница, что нести, правильно? Если беспилотный летательный аппарат, можно всё что угодно принести, сесть или сбросить, всё что угодно сделать. Конечно, надо это развивать. У нас несколько центров сейчас по развитию беспилотной авиации. Уже около десятка созданы. И будем дальше это создавать, в том числе и на Дальнем Востоке. С удовольствием вас поддержим. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Майя Антипина. Я в 2020 году по федеральной программе «Земский учитель» из города Якутска с семьёй переехала работать в один из отдалённых северных арктических районов нашей республики, в Аннабарский УЛУЗ. Выражаю искреннюю благодарность за внимание и поддержку оказываемой программе «Земский учитель». А также от жителей нашего Аннабарского района хотела бы поблагодарить за подключение высокоскоростного интернета. Не секрет, что лучшие выпускники школ Дальнего Востока уезжают поступать в центральные вузы нашей страны. Например, в прошлом учебном году четверо наших выпускников поступили за пределы Дальнего Востока. При этом эти выпускники являются победителями, призёрами разных олимпиад и научных конференций. Также они получили высокие баллы на единых государственных экзаменах. Не всегда плохо, что внутри страны есть образовательная мобильность. Но считаю важным, чтобы лучшие выпускники со всей страны приезжали учиться в наши Дальневосточные вузы. У выпускников наших школ был дополнительный стимул, чтобы дальше остаться учиться, жить и работать на Дальнем Востоке. Считаю, что таким стимулом может служить специальная правительственная стипендия. Как Вы думаете насчёт этого предложения? Спасибо. Во-первых, я хочу Вас поздравить с тем, что Вас и Ваших коллег, что Ваши воспитанники поступают в лучшие вузы страны. Это всё-таки показывает качество Вашей работы. Это результат Вашей работы. И хочу Вас за это поблагодарить отдельно. Кстати говоря, Вы сказали, что переехали с семьёй. А у Вас какая семья? Двое детей и муж. Да. И они большие детишки-то сколько? Сын шестой класс окончил, дочка третий класс. А как они учатся? Дочка отличница. Нет, нет, это я не сомневаюсь. Нет, нет. Как налажено там обучение-то в этих отдалённых районах, в частности Вашем, где Вы работаете? В нашем районе есть средние общевразовательные школы, а также есть гимназия устная. И качество Вы оцениваете как? И качество, да, на среднем уровне. Ваши дети ходят в эту школу? Да. Понятно. Ну вот и так, то, что Ваши выпускники, выпускники Ваших школ поступают в лучшие, как Вы сказали, высшие учебные заведения страны, это говорит о качестве Вашей работы. Вам большое спасибо за это. По поводу стипендий, согласен, давайте так и сделаем. Здесь я не вижу никаких проблем, наоборот, думаю, что это будет дополнительным стимулом для привлечения специалистов. Хорошо, спасибо большое. Прошу Вас. Владимир Владимирович, здравствуйте. Емец Евгений Александрович, выпускник второго потока программы «Муравьёв-Амурский». Благодаря программе впервые в феврале этого года побывал на Чукотке в Анадыре сразу после Вашего визита, был впечатлён теми амбициозными задачами, которые стоят перед регионом, и сразу определился с местом своей дальнейшей службы. Так, для реализации всех этих задач, как Вы не раз уже отметили, необходимо обеспечить постоянный приток кадров. В инвестиционных проектах инвесторы на текущий момент привлекают от 50 до 90% персонала, с материка 10% – это местные жители. В соответствии с Трудовым кодексом, как Вы знаете, труд работников, занятых на работах в районах Крайнего Севера, оплачивается в повышенном размере, так называемые северные надбавки. В то же время эти надбавки, которые компенсируют негативные последствия работы в суровых, действительно тяжёлых климатических условиях, не учтены в предлагаемой прогрессивной шкале НДФЛ. Получается, налоги тоже будут выше. Владимир Владимирович, возможно ли предусмотреть эти надбавки в прогрессивной шкале НДФЛ? Что значит предусмотреть эти надбавки в прогрессивной шкале? Учитывайте их при расчёте вот этих групп максимальных. Евгений Александрович, это не то, что Вам нужно. Учитывать это значит вычитать оттуда. А Вы, думаю, Ваш вопрос заключается в том, или просьба в том, чтобы не учитывать. Ну да. Спасибо. Что касается изменений в налоговой системе, они должны быть отработаны окончательно правительством и Государственной Думы, и где-то в августе, по-моему, планируется их окончательное принятие. В целом, по расчётам Минфина, я не знаю, надо ещё посмотреть, но по расчётам Минфина повышение НДФЛ, налоговой нагрузки на граждан, коснётся не более чем 3,2% налогоплательщиков. Потому что 2,4 миллиона рублей в год это доход основной части граждан Российской Федерации. Всё, что выше, и повторю, это будет не больше, чем 3, это по подсчётам Минфина, 3,2% работающих. Это вот первое. Второе, есть особенности на северах. И вот эти вот северные надбавки, они выплачиваются за особые условия, за те непростые, сложные условия, климатические, в которых живут люди и специалисты, работающие на этих территориях. И я думаю, что вопрос с вами поставлен справедливо. И при учёте сумм по налогообложению эти доходы, связанные с надбавками, надбавки, короче говоря, должны быть вынесены за скобки. И только базовая часть должна учитываться для налогообложения. Обязательно такое поручение правительству дам. Спасибо большое. Просто об этом, ну, знаете, когда принимаются такие масштабные решения, очень много вещей тонких, которые сразу и учесть сложно. Для этого и нужны наши встречи, вот такие, для того, чтобы всё было учтено. Спасибо вам за этот вопрос. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Платонова Августина. Я представляю селу о крестях Сунтарского Луса, республики Саха-Якутия, где строится по вашему поручению Дом культуры. Мы очень благодарны, что вы поддержали просьбу героя труда Российской Федерации Владимира Африкановича Михайлова. И мы надеемся, оправдаем все надежды, которые на нас возлагают. Два с половиной года назад заработал проект «Пушкинская карта». Открытые в Якутской школе креативных индустрий две. Это в Якутском колледже культуры и Республиканском художественном училище. Заработал проект «Культура для школьников». А на слегах отдаленных, где открыты мобильные библиотеки, там в основном аудитория «Дети и молодежь». Вы послание анонсировали о проекте земском работнике культуры. Анонсировали. Это так как в Дальнем Востоке, Донецке, Донбассе и Новороссии это будет сумма удвоена до двух миллионов рублей. Это очень важное решение. Сегодня со мной София Сидорова. Она в этом году закончила Якутский колледж культуры искусства с отличием и уже планирует выехать один из улусов нашей республики. Спасибо вам. Разрешите, Владимир Владимирович, поблагодарить за огромную поддержку культуры. И есть у меня еще выплаты по программе «Земский доктор», «Земский учитель». Они не облагаются налогами на доходы физических лиц. Будут ли распространяться аналогичные льготы на участников в программе «Земский работник культуры». Ну, это сам Бог видел, как же мы по врачам приняли решение, по педагогам приняли. Аналогичные решения безусловно должны быть приняты и по работникам культуры. Само собой. Обязательно это сделаем. Спасибо. А вы в какой УЛУС поедете? В село Бараган. Вы сами его выбрали, да? Да. А почему? Ну, я хочу развивать культуру своего народа. Именно в центре хочу развивать себя и народ. А сколько там людей проживает? Ой, не знаю точно. Там какое учреждение есть? Где вы будете работать? В Дом культуры? В Дом культуры есть, да? В Дождественном руководителе. Да. Александр Сергеевич, про замечательный выбор про Дома культуры. Полностью поддерживаю. Что там за Дом культуры? Там в Барагонцах мы построили даже не дом, это Дворец культуры, замечательное, красивое здание. Мы несколько таких дворцов в сельской местности строили. Мы вообще за то, чтобы в наших районных центрах появлялись дома, ну, достойные города. Не хуже, а может быть, даже лучше, чем в городах. И вот молодых специалистов туда с удовольствием приглашаем. И очень рад, что лучшие выпускники уже туда едут. Здорово. Вы знаете, когда я первый раз приехал в Якутию, я был удивлен тем таким ярко выраженными талантами якутского народа. Просто честно говоря, роту открыл. Я не ожидал такой глубины и такого интереса к развитию своей культуры. у вас такой певучий народ. Правда, правда. Так это все делается с таким тактом, с таким удовольствием, с такой глубиной. так что я желаю вам успехов. Вам есть над чем работать. И ребятишки такие талантливые у вас. Это здорово просто. Сейчас мы еще пойдем посмотрим музыкальную школу. На меня это, помню, произвело очень такое серьезное впечатление. Со всей республики собирают. Вот из улусов, из маленьких населенных пунктов собирают ребятишек талантливых. Привозят. Так результаты хорошие. Просто здорово. Есть над чем работать. Вам всего самого доброго. Уважаемый Владимир Владимирович, как раз на этой ноте нас уже скоро готовы встретить ребята в музыкальной школе. Разрешите поблагодарить вас за встречу. Секундочку. Если есть еще какие-то вопросы, пожалуйста. Прошу. Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Разрешите представиться. Васта Тысова, учитель английского языка Сюринской средней общеобразовательной школы Нюрбинского района Республики Саха-Якутия. Родом из Республики Алтай, из города Горно-Алтайск. Четвертый год работаю по программе Земский учитель и благодарна за интересный и новый проект в системе образования. Программа востребована и благодаря этому проекту сельские школы сейчас имеют востребованных специалистов. Тем не менее, конечно, ощущается нехватка кадров и в детских садах, и в учреждениях дополнительного образования. В этом году в нашей школе начал трудовую деятельность молодой специалист, педагог дополнительного образования, мастер спорта России по стрельбе из лука. И ребята с удовольствием посещают спортивную секцию. И мы все радуемся первым успехом воспитанников молодой коллеги. Владимир Владимирович, вот как Вы смотрите на то, чтобы расширить данную программу на педагогов дополнительного образования и на воспитателей детских садов? Спасибо. Это очень важное направление. ДОП-образование расширяет кругозор ребенка, безусловно. Создает базу для того, чтобы ребенок на ранней стадии мог определиться с будущей профессией. Я с Вами полностью согласен. И над этим безусловно нужно подумать. Ну а что касается педагогов дошкольного образования в детских садах, это может быть следующим шагом. Я с Вами согласен. Вот мы сейчас для работников культуры это вводим, подумаем, и потом над детскими садами. У нас большая программа по строительству детских садов почти по всей территории страны она реализована. Есть несколько субъектов, где нужно еще довести до плановых показателей. Ну и конечно здесь так же как и в любых других сферах нужно подумать о кадрах. А если подумать, значит нужно их поддержать. Подумаю обязательно, я пометил для себя, ладно? Спасибо. Так, пожалуйста. Прошу вас. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Ильяна Гогол, учитель математики Туяйдагской среднеобразовательной школы Сунтарского вуза республики Саха-Якутия. Я приехала из республики Туа, проработала второй год. Хотелось поблагодарить за программу «Земский учитель». И благодаря программе даже самые отдаленные и труднодоступные районы могут привлечь учителей по профильным предметам. Программа реализуется в текущей конфигурации уже пятый год. За это время жизнь существенно подорожала и не всегда стимулирующих выплат достаточно для привлечения молодых специалистов в село. Владимир Владимирович, как думаете, может ли рассмотреть возможность увеличить размер выплаты именно в рамках программ «Земский»? Можно, конечно, нам нужно только запустить то, что работает. Вот только что мы говорили, мы же расширяем эту программу. Мы должны вот смотрите, или расширять, или повышать то, что уже работает. Ну, вот сейчас мы сделали шаг в отношении деятелей культуры, работников культуры. Вот здесь коллега говорит, надо бы еще расширить эту программу на дошкольное образование, то есть на детские сады, а надо бы еще сделать еще один шаг, расширить на вне штатных, на вне классных преподавателей, ну, те, кто работает по дополнительному образованию. Это еще расширяет программу. И одновременно сразу и решить вопрос о индексировании, наверное, в целом это, конечно, правильно. Чем больше доходы в этой сфере, они скромными являются до сих пор, тем лучше. Ну, подумаем и над этим. У нас ведь на Дальнем Востоке они в два раза выплаты больше, чем в целом по стране, два миллиона по стране в целом миллион, здесь два миллиона. Но здесь жизнь дороже, все понятно. Подумаем над этим, хорошо? Спасибо. Так, пожалуйста, прошу вас. Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Меня зовут Джумага Зинайнура, врач-акушер-гинеколог, Камчатский край, город морской доблести Вилючинск. Переехала на Дальний Восток по программе «Земский доктор» в 2022 году Саренбургской области. Благодаря вашему поручению в селах и поселках Дальнего Востока с 2020 года размер выплат по программе «Земский доктор» был увеличен до 2 миллионов рублей. Однако в городах Дальнего Востока с населением до 50 тысяч человек размер выплат остался прежним и составляет 1 миллион рублей. В город, который я переехала, относится к этой категории, да, благодаря этой программе я получила данную выплату. Владимир Владимирович, считаю справедливым размер выплат в малых городах Дальнего Востока приравнять по сумме к выплатам сельской местности. Как вы считаете, как вы к этому относитесь? Спасибо. Это справедливо. Это справедливо. Обязательно по результатам нашей сегодняшней встречи сформулирую как поручение правительства. Это справедливо. Спасибо большое. 50 тысяч, чуть меньше, чуть больше, это уже значения не имеет. С точки зрения справедливости вы правы. Надо на это посмотреть. Спасибо большое. Понимаю. Но все-таки, видите, то, что эта программа работает, говорит о том, что вы переехали все-таки сюда, и не жалею. Да, ну вот видите, нравится вам? Очень, очень. А что нравится? Природа Камчатского края. Красиво? Очень красиво, да. Дище океан. Давно я был на Камчатке. Спасибо за приглашение. Приеду. Спасибо. Обязательно. Так, пожалуйста, что еще? Прошу вас. Владимир Владимирович, волнуюсь очень, простите. Меня зовут Тамара Георгиевна, я врач-фтормолог, работала в Москве. 20 лет отработала и переехала в Магаданскую область. Второй год работаю врачом в межрайонном отделении специалистов. У нас несколько районов и разъезжаем. Вот. И у меня была давняя мечта посетить Дальний Восток. Вот благодаря программе Земский доктор одна такая мечта у меня уже сбылась. Спасибо большое. Владимир Владимирович, благодаря вам очень многие жители регионов Дальнего Востока получили возможность получать более расширенную медицинскую помощь на местах. Не надо выезжать, там очень сложно с этим. Вот. Поэтому тоже хотел поблагодарить вас от Иссии, что есть такая программа. Хотела сказать, что есть была проблема у некоторых коллег с более благоустроенным жилем, комфортным, но, как сказал Алексей Олегович, уже строится жилье и все будет хорошо вот для новых специалистов. Поэтому уже вопроса нет. То есть был такой вопрос. Вопрос еще есть, конечно. Но хорошо, что на него обращают внимание. Зиму пережила. Минус 50. Я знаю, что такое. Все нормально. Жить можно. И хотела, благодаря вот сейчас этой передаче сказать, что у нас есть вакансии других специалистов. Пожалуйста, приезжайте к нам на Колумбу. Вот на этой ноте и можем закончить. Спасибо вам за такое завершение нашей встречи. Я вас всех хочу поздравить с тем выбором, который вы сделали для себя, переезжая в различные регионы Дальнего Востока или в будущее. Здесь, но принимайте решение переехать в малонаселенные пункты, где люди живут и нуждаются в вашей помощи, в вашей поддержке, имея в виду и учителей, работников культуры, врачей, специалистов в различных сферах, инженеров. Дальний Восток имеет колоссальные перспективы развития. Ясно, что всё требует времени, но без участия людей, которые влюблены в своё дело, в ту территорию, где они находятся, в тех людей, ради которых они работают, никогда ничего не делается. Делается всё благодаря таланту и энергии таких, как вы. Вам спасибо большое и всего самого доброго. И благодарю вас за те идеи и предложения, которые прозвучали. Постараемся ничего не забыть. Спасибо большое. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok